Привет всем! Сегодня я буду рисовать в 10 стилях других блогеров-художников на ютубе и франшиз. Не буду затягивать со вступлением, как я это обычно делаю, а просто скажу, что мне в моем телеграм-канале помогли с созданием этого видео. Спасибо! Итак, начинаем. Для начала мой стиль. Сначала я рисую в своем стиле, чтобы немного разогреться и набить руку. Решила в этом ролике не делать запись экрана айпада во время спидпейнта, а просто взять запись внутри самой программы. Это было сделано в целях того, чтобы я не запуталась и мой айпад не умер от количества роликов в галерее с записями экрана на несколько часов. Окончательно моя стилистика устаканилась 2 года назад. Сейчас же я просто ее улучшаю и дорабатываю. Осознанно я рисую уже 5 лет. Раньше у меня был абсолютно другой стиль, а рисуночки с того периода есть в моем телеграм-канале. Ух, какие намеки! Ссылка в описании. Ну а сейчас расскажу про персонажа. Ее зовут Рена. И я не буду как-либо вдаваться в подробности лора, честно. Ролик не об этом. Так что просто наслаждайтесь спидпейнтами. Готово! А теперь следующий стиль. Далее у нас стиль Осинастр. Я смотрю ее уже активно 4 года. Стиль Осинастр крайне запоминающийся. Точно могу его узнать где угодно. А еще часто добавляют в подобные ролики. Так что и я решила добавить. Так, поговорим о стиле теперь более детально. Мне нравится то, как она красит лайн внутри объектов или типа того. Именно благодаря ее туториалам я научилась красить лайн. Теперь цветной лайн у меня есть везде в дидже. Ну, о ее вылезших глазах можно говорить вечно. Смотрится безумно колоритно и офигенно. Единственное, что ее лайн-арт оказывается непривычно детальный. Но в целом мне очень понравилось лайнить и красить волос. Рисунок готов. Переходим к другому стилю. Теперь стиль мультфильма Стар против сил зла. Лет в 11 я пыталась смотреть этот мульт. И мне даже нравилось, но я так и не досмотрела и на данный момент почти ничего не помню. У этого стиля присутствуют огромные круглые глаза и круглая личика. Изначально я думала сделать глаза вытянутыми, как у Тома. Вроде так его звали. Но потом я отказалась от этой идеи, потому что стиль стал менее узнаваемым. На этом рисунке я окончательно начала жалеть, что добавила Ренни головной убор, потому что мне уже начала надоедать рисовать от той и той же украшения. Рисунок в стиле мульта Стар против сил зла готов. Переходим дальше. Рисую в стиле Леви Алексис или Леви Алексис. Честно, не знаю как правильно, но это моя подруга из Беларуси. Жду почти каждый ее ролик на канале. Особенно мне нравилась рубрика с проверкой художников на то, как хорошо они выполняют заказы. Ее стиль в последнее время это смесь реализма и стилизации. Я видит это действительно интересно, особенно лица. Прям вот лица на ее работах. Это чисто изюминка, как по мне. Вот как только вижу эти черты, то сразу знаю, что это рисовала Левиа. Ее работа достаточно эстетичная. Присутствует теплая цветовая гамма. Цвета относительно пастельные на ее работах, что вызывает комфорт во время пролистывания ее инстаграм-аккаунта. Ее ролики достаточно ламповые и приятные. Как уже говорила, жду с нетерпением каждое ее новое видео. Единственное, что я крайне плохо рисую носы в околореалистичном стиле, так что мне пришлось немного попотеть над лицом в целом. Но мне, собственно, нравится. Этот арт я рисовала крайне долго, потому что я старалась максимально передать стиль Леви. И мне нравится, что вышло. Ближе к концу я решила добавить клеточки, как она иногда делает. Еще, кстати, я не смогла подобрать нужную кисть для Лайна. Прям лазила в настройках и ничего путнего не смогла найти. Я немножко тупанула и забыла, что Левиа уже рисует Лайн, а потом покрас. А мне почему-то казалось, что наоборот. В общем, усложнила себя жизнь. Кстати, да, я рисовала этот арт дольше всех, хоть он и не был для меня самым сложным. Мне пришлось немного ускорить спидпейнт, потому что в оригинале я рисовала 3 часа, соответственно, спидпейнт длился бы крайне долго, что было бы немного скучновато. Рисунок готов, а теперь переходим к другому стилю. Стиль монстра хай. Я любила смотреть этот мульт по телеканалу TED. Он иногда шел на выходных после 11 или 12 часов дня в виде фильма. По поводу рисунка. Стиль острый и относительно простой. Решила добавить моей девочке макияжа, как у самих монстряшек. Помню, как у меня была даже достаточно качественная кукла. Не помню, какого персонажа, но была. Рисунок готов. Переходим к следующему стилю. Далее мультфильм детства Винкс. Стиль глаз очень запоминается и точно можно узнать, что это именно этот мультфильм. Девчулина рисунки теперь вызывает у меня какие-то странные ассоциации, по типу она могла бы быть злодеем Винкс. Кстати, кто ваш любимый феечка? У меня вот Флора была. Рисовала рисунок меньше часа, минут 40 приблизительно. Больше ничего не могу давать. Рисунок в стиле Винкс готов. Стиль Кристины Каспий. Я ее знаю уже года три, наверное, но активно слежу за ней около года. У нее необычный в хорошем смысле голос. В этом есть какая-то изюминка. Но Кристина почему-то по этому поводу комплексует, хоть это наоборот помогает узнаваемость. Заметила, что почти везде она добавляет веснушки. Видимо, они также у нее присутствуют и в жизни. Хоть я и толком этого не замечала. Ну, либо она просто их любит. Почему бы и нет? Решила и своей девочке тоже такое добавить. На этапе Лайна добавила стрюковку, как у нее. Старалась подобрать максимально похожую кисть у себя. Это было крайне просто, потому что мы рисуем в одной программе. Я думала насчет фона. Обычно у нее на иллюстрациях белый фон, поэтому у меня была дилемма. Рисовать как в оригинале темный фон, либо как у Кристины белый фон добавить. Решила все-таки оставить как у меня. И не жалею. В конце я добавила разъезд контура, или же как по-другому называется глитч эффект. Этот стиль был для меня самым сложным, но я все-таки справилась и мне очень нравится результат. Правда, похоже, будто это она рисовала. Стиль мультфильма Gravity Falls. Рисовала этот рисунок 24 минуты. Это рекорд здесь. Я очень люблю этот мультфильм. Смотрела его 2 или 3 раза, где-то года 4 назад. Мультфильм очень классный с приятной атмосферой. Все еще жду, когда выйдет третий сезон. Сериалу в этом году, кстати, исполнилось 10 лет. Рисунок закончен. Переходим к другому стилю. Стиль мультсериала Девочки и Квест. Пересмотрела все фильмы по этой вселенной. В детстве, кстати, я рисовала девочек из этого мультфильма и дарила рисунки своим одноклассницам. Мне было лет 8 тогда, наверное. Стиль простой, без теней, лайн цветной и простой. Моим любимым персонажем тогда была Радуга Дэш. А вы можете в комментариях написать свою любимую девочку. Рисунок в стиле Девочки Квест 3 готов. Стилистика игры Skull Girls Mobile. О боги, я просто дико задрочу в эту игру. Я обожаю игры, где нужно с кем-то драться. Игра сделана в стиле ДВД файтинга. Покрас немного мрачный, но неудивительно. Игра о монстрах по факту. Персонажей в игре всего 16. У каждого уникальная механика и боев. Персонажей можно коллекционировать, а соответственно в этой игре присутствует донат. Что ж, рисунок в стиле игры Skull Girls Mobile готов. Будем подводить итоги. Это был классный опыт. Мне очень понравилось рисовать в чужом стиле. Некоторые фишки, возможно, добавлюсь в будущие иллюстрации. В суммарном на все иллюстрации я потратила, внимание, 10 часов и 48 минут. Так что думаю, Нигарек будет поставить лайк и может даже подписаться. Кстати, не забывайте в носку заглядывать. А еще пишите в комментариях, какой стиль рисунка, по вашему мнению, был максимально приближен к оригиналу. Мне кажется, что все вышли похожими на оригинал. Но мне все равно будет интересно узнать ваше мнение. Честно, я не знаю, когда выйдет этот ролик, ведь он может выйти позже нужной даты. Но в идеале я планировал выложить этот ролик в воскресенье. Надеюсь, ничего страшного не будет, если немножечко опоздаем. Так вот, у меня сегодня 10 июля день рождения. Мне в этом году исполняется 16. Старею уж очень быстро, однако. Но, да ладно. Думаю, наверное, уже будем закругляться все-таки. Кстати, скорее всего, в следующем ролике будет тема подбора цветов для диз-работ. Пишите в комментариях, если ждете новый ролик. Это мотивация для нас все-таки. Спасибо вам за просмотр. Ну и до новых встреч на этом канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok